За последний год, это прошлый год и этот год, количество квот для белорусских студентов значительно выросло. И в этом году это количество 1300 бюджетных мест или 1300 квот для белорусских абитуриентов, которые могут поступить практически в любой российский вуз. Ну, конечно, если ребенок хорошо учится, понятно, да, у него есть какие-то достижения и так далее, и так далее. Был запущен сайт Education on Russia. Ребята могут зайти, найти русский дом, например, в Бресте, русский дом в Минске, русский дом в Гомель. У нас три представительства. Найти на любом портале соцстраницы нашего дома эту программу или просто забить ее в соцсетях, в любом Гугле, в Яндексе, в любом поисковике. И в этой программе зарегистрироваться. То есть, как мы сейчас зарегистрируемся в любой какой-то другой программе, там, не знаю, в банке или еще где-то. Необходимо прикрепить свои личные данные, ну, это паспорт, копия паспорта, справку о том, как ребенок учится сейчас, да, потому что они еще не закончили, естественно, у них нет аттестата. И также прикрепить все те достижения, которые есть. Например, это республиканские олимпиады или городские олимпиады, или это окончание каких-то языковых курсов, ну, и так далее, и так далее. Выбрать направление, по которому ребенок хочет учиться, то есть там прямо вот окошечко такое высвечивается, он выбирает направление. Какие направления предоставлены? Практически все. Это юриспруденция, экономика, международные отношения, творческие специальности, медицина, что пользуется огромным спросом у наших студентов, ну, и вообще у студентов практически по всему миру. И так далее, и так далее. То есть, если вы спросите, какого направления там нет, я вам не отвечу, там есть все направления. Как только абитуриент выбирает направление, выскакивает тот перечень вузов, которые предоставляют это направление, естественно. Я хочу сказать, что практически все российские вузы участвуют в этой квотной кампании. То есть, это может быть московский вуз, это питерский вуз, это вуз Владивостока, рязанский, калининградский, то есть абсолютно все-все-все вузы. Ребенок выбрал направление, абитуриент выбрал направление. Он увидел, какие вузы предоставлены ему, это направление предоставляют. Он выбирает для себя шесть университетов по приоритетности. То есть, первый, например, он физик, да, хочет поступать на физику. Он выбирает первый МФТИ, например, московский физико-технический, хотел поступить туда. Вторым вузом он рассматривает там еще какой-то технический, московский или питерский, или еще какой-то либо вуз. Итак, по приоритетности шесть вузов необходимо выбрать, в обязательном порядке шесть. Желательно, конечно, выбрать шесть. Почему, я объясню дальше. Значит, определился, выбрал шесть вузов и ждет, программа закроется 20 февраля, ждет окончания, когда все остальные ребята соберутся, заполнят свои личные кабинеты. И проходит рабочая комиссия, она проходит в Минске с участием Министерства образования Республики Беларусь, обязательно там есть сотрудники министерства, выбираются самые-самые достойные. Значит, ребенок получает, абитуриент получает квоту, и после этого все досье тех ребят, которые получили квоту, переходит в Министерство образования и науки Российской Федерации, и уже идет распределение по вузам. То есть досье поступает непосредственно в высшее учебное изведение, первое, где смотрят достижения, смотрят, как учился будущий студент, потенциальный студент, и тот или иной вуз отбирает непосредственно этого студента. Если первому вузу, например, что-то не понравилось, может быть, не такой инициативный, не такой деятельный, они передают второму вузу. И вот таким образом, это может быть шесть вузов, это может быть первый сразу вуз, первое попадание в первый вуз, который абитуриент для себя выбрал. Количество квот в целом Российской Федерации для иностранных студентов вообще по миру значительно увеличено. В этом году оно достигло 30 тысяч, то есть это достаточно много. Белорусских студентов на данный момент в этом году учатся свыше 10 тысяч в Российской Федерации. Я говорю о бюджете опять-таки. Хотела бы также сказать, потому что часто задают эти вопросы, что ребята могут поступать, белорусские ребята могут поступать и на общих основаниях по ЕГЭ, как и россияне, также они могут поступать по олимпиадам, которые предоставляют непосредственно определенный вуз. Есть некоторые вузы, это чаще всего технические вузы, которые также организуют олимпиаду. У них есть своя собственная квота для иностранных студентов. Ребята могут участвовать в этой олимпиаде и таким образом тоже поступать. То есть выбор большой. Первый – это квотная компания, это ЕГЭ, и это непосредственно олимпиады, или какие-то там испытательные экзамены для абитуриентов непосредственно вузам. Отказаться от квоты можно на любом этапе. Второй раз она не предоставляется. То есть если однажды ты ей уже воспользовался, тебя отобрали, да, квота была предоставлена, второй раз уже она не будет себе предоставлена. Часто задают вопрос, есть ли какая-то там отработка после получения этой квоты, окончания, вернее уже обучения, никакой отработки в Российской Федерации нет. В целом задача Российской Федерации предоставления этих квот – это подготовить высококвалифицированного специалиста, который бы вернулся в свою страну и поднимал бы ее уровень в той или иной отрасли, производства, экономики, гуманитарных каких-то наук и так далее, и так далее. Квоты предоставляются по всем направлениям. То есть это бакалавриат, это магистратура, это аспирантура, это ординатура. Если вы зададите вопрос, что пользуется самой большой популярностью за последние годы, если буквально там 3-4 года назад это были финансисты, экономисты, сплошняком и юристы, то прошлый год очень много переломил, и мы отмечаем, что практически 80, даже на 90% – это медицина, огромный спрос, и творческие специальности. Очень много, тоже очень большой спрос, именно у белорусских абитуриентов, я говорю сейчас про них. Поэтому, в общем-то, есть спрос на российское образование, и, безусловно, медицинское российское образование, да и в целом российское образование всегда пользовалось очень большим спросом, очень большой популярностью, дает высокий уровень образования студентам, ну, тем более студентам мединга. Вы понимаете, мы говорим о ведущих российских вузах, медицинских, да, это Пироговка и многие-многие другие. Проектов будет очень много. Конечно, в первую очередь я хотела бы сказать, что, рассказать, вернее, может быть, пригласить даже к участию Гродненский регион. Мы реализуем такой проект «Пешком по Белоруссии». Это походы, походы такие патриотические, образовательные, по памятным местам, в основном, конечно, связанных с Великой Отечественной войной. За прошлый год мы получили колоссальный отклик на эти походы. Собирается молодежь, они выдвигаются там на 2-3 дня по тем местам, где или проходили бои, или до сих пор еще лежат солдаты, или сохранились какие-то памятные знаки и так далее. Вот этот проект мы в январе уже, непосредственно, хотя зима, мы планируем опять запустить, и он будет реализован. Мы хотим его расширить и приглашать к участию Гродненский регион, мы хотим пригласить к участию россиян. В общем, это такой вот интересный для молодежи, в первую очередь, конечно, проект.